А, ну да, лампа загорелась. Там что, какие-то плакаты или что? Да, народу дохуя, однако. Так, а здесь какие-то еще есть, забегаловки, макдаки, блядь? Что-то в этом роде. Но входа еще нет. Как я понял. Да, как раз. Так, а я надеюсь, я не на свою, блин, к Сиоми снимаю. Ну и да, ебанусы. Да, это здесь, блядь. Короче, ладно. Эту хуйнюшку можно, блядь, на паузу пока поставить. Так, блядь, короче, у меня она должна была номер скинуть, вот и есть. Взял у него камеру, короче. И с ним надо прям в камеру, короче. Вот, и они такие, тебе, знаешь, что, выключит? еще на подходе а где именно дело здесь найти то можно а то сейчас я вот здесь ставить что-то а внутри во двор да получается а ну там просто вещь там дохуя людей а вас там вообще там где как вычислить кто в чем одет хотя бы блять кто в чем одет я смотрел меня короче блять гопрошка на башке прямо это вот меня где-то видишь в серый а вижу знаешь это будто в каком-то универе там перемена для эти пары закончились бы здорово николай да да привет привет парень здорово и чё же о какие люди ты еще не узнаешь меня вспомни блин а бульвара рокоссовского а сбрык да 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 конечно ты еще брат у тебя короче сестра еще есть тогда еще с нами было сейчас все нет смысле нету ну как и пугай в смысле ну да блин кто позвонил я почему-то не могу посмотреть кто звонил в этих непринятых не астасовода алло да 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 привет а эти денисов блин а я вспомнил я тебя видел да я был на рэпе создаешь это снимал да 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 зашло а ты там жена не в курсе ножки короче простительный момент билет вообще да я купил билет у меня такая все холодные младенцы смотрите момент там какие-то розыгрыши, нерозыгрыши, короче, стоит мне вообще по билету проходить или все-таки? Блин, ну чувак, знаешь, я здесь сам просто впервые, я вот как и ты все это знаю, вот все то же самое. А ты там же, на этой студии, которая видео, что-то там в съемке такое? Ну у нас нет, у нас там продажа есть. Ну там, то что, как его зовут, я уже забыл, Алина? Аня, Чаклис. Да, 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 она как раз вроде бы этим занималась, там какой-то съемкой клипа, там что-то пятое-десятое. Мы снимали клипы, да. Ага. Кто у нас поет? Я. Ты? Да, я пою. Я читаю, Коля. Вот. Я только позвонила, короче, говорит она, ну да ладно, по телефону, по телефону. Парни, пойдемте очередь займем, чтоб нам потом это видео пока будет. Так, а у нас там сколько, 20 человек, да, еще подойдет? Сейчас, короче. Ага. Двадцать человек, я думаю, не подойдут. Еще будет. Здорово. Сейчас мы очень, что ли, туда уже, типа походу. Походу, да. Ну вот. Не знаю ли мы тут пока просто. Мы только дождем, когда он рассосится. Ага. Ну знаешь, кстати, так проще всего сделать. Не, не, просто когда... Начало-то. Ага. Здесь очень долгий будет вход по-любому. Да. А, да-да-да, я помню, когда вот мы... Мы когда здесь осенью были, а мы... Ладно, здесь очередь это еще одно, но там в середине, когда будет очередь, это уже другое. Там в середине где-то очередь в раза два дольше. Там каждого запускают, каждого проверяют. Каждому там какие-то еще браслеты цепляют. Что-то еще. Охранник один, а народу вон стоит. Другой сейчас. Ребята, все рюкзакы с собой. Ничего нельзя. Ничего нельзя. Ну вот такой у нас магазин есть, короче, прямо здесь. Магазин? Ликерово. 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 Бля, да я только с работы взорвался вообще. Я думаю, знаешь, раньше четырех даже можно не претендовать сюда. Либо... А если попытаемся, то там придется постоять в коридоре. Причем очень долго. Ликерово. Можно стоять здесь пока на свежем. Кажется, можно взять, короче... Знаете, есть такая мысль, пройти с магазин куда-то, да. Вот магазин. Магазин. А там, наверное, цена, блин, на ганиме. Да, нет. Ликерово-водочный завод как бы здесь у них сводится. Ну, можем зайти и глянуть. Я не знаю. Пошлите глянем. Пойдем, парни, пойдите в магазин и глянем, что там вообще происходит. Пойдем. Экскурсия по магазинам. Что такое? Так здесь даже, знаешь, какой-то вообще эксклюзивный. Ну цены здесь, знаешь, такие, прям не скромные, что-то прям вот, да-да-да. Да нет, просто обычную воды хотя бы купить. А здесь, да, здесь. А чё, где же эти коньяки по 20 косарей? Чё-то я их здесь не вижу. Нету. А я недавно, знаете, какой пробовал? Вот этот охуенный коньяк. Парни, такой не люр, только икс, о, я пробовал. Ну вот эти милы, короче. Ну ладно, я фиксал. Вообще не дорого, кстати. И он офигенный, я вам отвечаю. Вкус? Ну, я вам как говорю, как знаток. Я не любитель алкоголя. Ну я просто сам бывший бармен, да, и я скажу то, что вообще... О, кстати, вот он, иксайк. Ну знаешь, да, чем отличается баранья от коньяка? Честно, у нас уже по вкусу. Есть определенный сорт винограда, который растет в провинции то ли коньяк, то ли арманьяк. Ну, в общем, так и называется. Одним словом. И вот все, что с того винограда, это называется коньяком. Все остальное, это уже бренди. То есть, ну его, конечно, знаешь, там... Назвают коньяком, да, там? Бренди? Да, бренди. Если я не ошибаюсь, да, бренди вроде бы. Да. Вот, и все остальное, это бренди. Ну, его, конечно, знаешь, называют коньяками, но это уже так, чисто по сленгам. Я думал, может, вы хотели... Вчера, может, мне подъехать с вами? Ох, я очень рада, да. Что, тяжелая работа? Мы не успели адаптировать. А зачем тебе подарить на углу в шахте работаешь? Да, это вообще-то гоупрошка. Что? Это гоупрошка за 17 косарей. Если что. А зачем тебе она? Ну так, влоги снимать. А, больше, да. Я удивился, подумал, что это как шахтер. А ты реально подумал, что это фонарик? Сначала подумал, что это теми же. Подумал, что это фонарик. Зачем думаете фонарик? А что это делается? А, устанавливает. Короче, связанная с проводами и безопасность. Нормально будет? А так в электрике что-то, допустим, умеешь там что-то мастерить, что-то там соединять. Помнишь, в советское время были такие фонарики с жук, которые от своего ножа от заряжаются? Насколько возможно мобильную зарядку такую сообразить? Провод провести, чтобы он в пупурово давал ток? Да, ну, допустим, паурубэнк я заряжаю, а потом паурубэнк я передаю на телефон. Но чтобы телефон просто не садить вот этими перебоями. Энергия. Просто если взять фонарик, это как-то его перепаять нужно, чтобы провод был, чтобы провод шел от механизма? Его надо просто посмотреть, сколько он будет. Прибер пауру, сау-то такой генератор. Ну, генератор, да, вот. Да, ничего нечего. Ну, просто он будет на этаже. А вольтаж и ток, это разве не одно и то же? Да, да, разное и то же. Короче, смотри, чтобы аккумуляторы не портились, там делается маленький сток, и стандартное напряжение для 4,5, например, по аккумулятору. А если, ну, чтобы дольше батарея заряжалась, ну, чтобы она не портилась. А если быстрая зарядка, то она там, ну, сток повышается на максимальный. То аккумулятор портился. Можно проривать, и он начинает перегреваться. Ага. Ну, да, не напрямую с телефона, допустим, в пару банка, потом в пару банка на... Чисто теоретически посчитать, ну, уже, по схеме, там, какие-то, типа, ток в времени. А второй момент уже к практике. Посмотреть, что если там вольтаж и ток нормальный, короче, то прям попробовать взять, вот, я его прошел, взять какой-нибудь, пауэрбанк, посмотри, там, с вольтажом, короче, если тебе надо, ну, например, гасящие резисторы, короче, подобрать пару деталей, короче, чтобы он был... Ну, чтобы он не портил. Ну, попробовать, реально понял. На стоимости сколько это валяется? Ну, допустим, закажи в интернете фонарик помощнее, допустим. Да вот, за тысячу рублей. Не, ну, маленький фонарик, тот, который в Ашане, да, продается, но он слишком слабый, я думаю, не поканает. То есть это нужно, значит, в интернете помощнее поискать какой-то генератор. Ну, тут мы, там, или найти, короче, старые варианты, по-моему, матерые. Я буду формным, да, но и все, интересно. А прикинь, знаешь, если вот такое производство прям свое запасит, это, пордовое, допустим, такие фонарики тысяч по пять такая зарядка. У меня, нет, я просто пленаю. Ну, лучше, что... А ты имеешь в виду... Не, я имею в виду, чтобы, знаешь, там, как угорелый, не таскать с собой, а Powerbank полкилограммовый, да, то есть, чтобы была, допустим, 200-граммовая зарядка, там, понадобилось зарядить, понажимал его зарядил. Сейчас у нас остановки заряжают. Не пожалеет денег взять пару емкостных аккумуляторов. У меня есть аккумуляторы, но я их не хочу вечно с собой таскать. Вот у меня, допустим, есть, например, вот этот, сколько там, на 10, на 12, я уже не помню. Ну, смотри, есть матерые аккумуляторы. Ну, допустим, на 20 максимум. Сейчас есть современные аккумуляторы, короче, не то, что у нас продают. У них, короче, какая-то там технология, я понял, более новая. Вот это было пару... Пару... Пару валялся, короче, несколько батарей таких. Не поверишь, они лежат уже лет 7. До сих пор держат столько, сколько написано. Угу. 7 лет. Подожди-ка, а как это измерить, сколько они держат? У них там, короче, содержание самого заряда. Самых кислот, химия, короче. Совсем другое. Там, на них, они его расслабили. Сейчас со временем у нас батарейки, короче, электроэнтеры, которые чуть-чуть отриезжают. Вот у Америкосов, кстати, вот оттуда они приехали, то, что у меня лежат. Угу. Приехали, короче, по-моему, датчики, движения, датчики движения. Вот. Я оттуда полутягивал, короче, вот эти комботы, чтобы здесь приехал. Вот они по такой технологии, Вадим, если конкретно поискать, именно купить, например, и с ним сделать, пауэрбанк, ну, набрать вот это количество, понятно, чуть-чуть щетки, изоленты перемотал, в том же пауэрбанке, любом, честно, что ты имеешь в стрелочке, там такие, я от этого хочу, потому что по размерам подобрать, что-ли, чем аккумулятор, равно конкретно, если это будет вечный аккумулятор, писать за голову, организация, и не уход. КПД будет в 3, а то и в 4 раза больше, чем... То есть, в 4 раза меньше весить будет, допустим, такого пробанка, если по весу числа взять. Качество, кстати, зависит от веса, допустим, может быть такое, что, допустим, навес будет легкий? он навес, вот, может быть такой же, но КПД, а КПД-то есть, какие-то... 4 штуки там... Я вот взял вот эту хрень, а здесь написано 12 тысяч, но здесь 12 нет, а здесь 3 от силы. Вот здесь написано 10, но его хватает на целый день хоть. Ну вот, кстати, вот уже вот садится. А его можно померить. Начально, допустим, ты купил, в батареи смотри, ты можешь померить, короче, прибором. Вольт? Вольт. Ну, тебе тоже, короче, ровно в конце сколько... Ну там, 12 вольт, 5 вольт. Ну, короче, сколько он выдает, то есть сколько он выдает энергия? Вольт. Это вольт. Из предыдущего разговора. Вольт и ампера. Ага. Это разные вещи. Ну вот здесь у меня амперы, да? Вот написано вот, а вот, например, 2А. 2 ампера. А, 2 ампера. Так, а вот, так, чем тут отличаются вольт и ампера? То есть амперы — это поток напряжения, который передается.